Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрёни Анучиной трижды явилась во сне Пресвятая Дева, требуя сообщить казанскому архиепископу о её святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Анучинах. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили всё же копать в указанном месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завёрнутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня. У обретённой иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых – Иосиф и Никита. Стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первые свидетельства о чудесах иконы записал священник Никольской церкви в Казани Ермолай, будущий митрополит Казанский, а затем патриарх московский Ермоген, мученически пострадавший за православие в смутное время, автор общеизвестного тропаря «Заступницы усердные». Субтитры создавал DimaTorzok